Всем привет! Меня зовут Лиза. Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я бы хотела поделиться с вами пятью рецептами праздничных закусок. Я постаралась выбрать самые простые, легкие, быстрые, ну и конечно же вкусные рецепты. Приятного просмотра! И первая закуска корзиночки с печенью трески. Что нам понадобится? Конечно же печень трески, песочные корзиночки, ну можно взять любые на ваше усмотрение, укроп для украшения, яйцо и майонез. Яйцо нарезаю мелким кубиком, печень трески разминаю вилочкой, добавляю майонез, все тщательно перемешиваю и раскладываю по корзиночкам и украшаю укропом. Первая закуска готова! Следующая закуска с ветчиной. Что нам понадобится? Ветчина, соленые или маринованные маленькие огурчики и хрен. Ну, за место ветчины можно взять любое мясо, которое вам нравится, можно даже докторскую колбасу. Главное ее как можно тоньше нарезать. Вот у меня тут помощник, очень-очень любит ветчину. В общем, нарезаю тонкую ветчину, смазываю ее хреном, кладу внутрь огурец, заворачиваю и вторая закуска готова. Третья закуска. Закуска канапе с ветчиной и сыром. Что нам понадобится? На тертые на терке сыр, на тертые на терке ветчина, зелень, но это по желанию я не добавляла, майонез, оливки для украшения, чеснок тоже по желанию я добавила, мы любим с чесночком, помидоры черри для украшения, огурец и яйцо, также на тертое на терке. Перемешиваю сыр, ветчину, яйцо, майонез и чеснок и формирую шарики. Выкладываю их на огурчик, украшаю оливками и помидорчиком черри и третья закуска готова. Четвертая закуска, это, так скажем, королева праздничного, особенно новогоднего стола, это закуска елочка. Что нам понадобится? Делаем точно такую же начинку, как и в предыдущей закуске, то есть сыр, ветчина, майонез, чеснок и яйцо. Это очень удобно, делаешь одну закуску, а получается, как бы, один рецепт, а получается две закуски. Формирую, в общем, вот такую вот елочку, я покажу еще, как можно еще проще ее формировать. Еще понадобятся крекеры и для украшения зелень, укропа, петрушка и гранат, но заместо граната можно взять кукурузу. И елочка мне вот больше понравилась, как получилось с укропом, нет, наоборот, с петрушкой, она пышнее, но с укропом тоже красиво. Вот сейчас я вот эту сделаю елочку и буду показывать, как попроще, побыстрее сформировать. И там уже, извиняюсь, но я, по-моему, сняла перчатки, потому что эти перчатки на два размера больше, в них было очень неудобно формировать. Музыка 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 И четвертая закуска, королева стола, готова. И пятая закуска, это канапе с крабовыми палочками. Что нам понадобится? Крабовые палочки натертые на терке, яйцо натертое на терке, сыр натертый на терке, майонез, маслины для украшения и я добавляю чесночок, соответственно огурец. Также все перемешиваю, формирую шарики, выкладываю на огурчик и украшаю уже маслиной. Музыка. 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 И пятая закуска готова. Все быстро, просто и легко. И вот мои праздничные закуски готовы. Надеюсь, вам это видео понравилось. Вы поддержите меня пальчиком вверх. Напишите какой-нибудь комментарий, мне будет очень приятно. И возможно возьмете что-нибудь на заметку к новогоднему праздничному столу. А также буду очень рада, если вы поделитесь этим видео в социальных сетях. На этом буду видео свое заканчивать. Всем хорошего настроения. Всех с наступающим Новым Годом. Всего вам самого наилучшего в Новом Году. Всем пока-пока. Приятного аппетита. Музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok